В этом видео создаем вот такой великолепный слайдер. На шаблоне UMACAI, на фреймворке ULKIT, меня зовут Федор Васильев, и подробнее в этом видео. Переходим в админку нашего шаблона. Прежде чем мы добавим слайдер, давайте произведем настройки секции. Я секцию уже создал, перехожу в карандаш. Стиль здесь оставляем дефаут, максимальная ширина тоже дефаут. Прокручиваю ниже. Развернуть одну сторону я выбираю, то right. Внутренний уступ ставлю нет. Все, нет. И если вы хотите сбоку, то есть вот здесь вот, такой же какой-то некий текст, то вы знаете, он прописывается вот здесь. И когда текст пропишите ниже, вы можете выбрать параметры, где отображать. Слева, справа, там и так далее. Но мы проходили это в других уроках. Давайте я напишу демо. Выберу я это слева по центру. Так и оставим. Сохранить. И теперь добавляем плагин слайдшоу. Кликаем по плюсику. Находим вот здесь этот плагин. Выбираем его здесь. Мы с вами его еще не рассматривали. Заходим в настроечки. Ну, прежде всего, прежде чем что-то сделать, нам нужно загрузить изображение. Естественно, изображение я выбираю из демо примера. Я уже неоднократно говорил, как и где, что их взять в предыдущих видео. Поэтому я сразу добавляю изображение с компьютера. У меня они все готовы. У нас три слайда и несколько картинок. Выбираю все. Выбираю. Загружаю. В первом слайде девушка сидит на серфинге. И тут еще есть такое, как маленькая девочка с каким-то заголовком и текст more информации. То есть кнопка перейти на какую-то внутреннюю страницу с расширенным описанием. Поэтому мы с вами делаем то же самое. Выбираю я сначала большое изображение. Выбрать. Здесь по настройкам заголовок я беру тоже из демо примера. Он вот здесь у нас показывается. Ровно так же, как это показывается вот здесь. Далее, чтобы у нас появилось вот здесь вот маленькое изображение на нашем слайде девочки. Нам в поле контент нужно просто указать путь вот такой вот до нашего изображения. То есть в папку images вы видели, я загрузил девочку, название картинки. Вот оно, точка jpeg. И ширину 430, высоту 380 я сделал. Но смотрите, для тех, кому это сложно будет, данный код либо вы можете взять, установить тоже быстрый старт, посмотреть в настройках. Или же, если нет быстрого старта и не хотите заморачиваться, данный кусочек кода я приложу в данном видео на своем сайте под этим уроком. Кто не знает, мой сайт fedorvasiliv.com. Дальше уроки, уроки джумла. Далее прокручиваете, переходите в шаблоны джумла. Здесь будет урок номер 15. То есть кликните, зайдите внутрь. И здесь я под уроком, здесь всплывет видео этого урока, который вы смотрите сейчас, закройте. Ниже здесь я расположу данный код. Движемся с вами дальше. Ниже, то есть ссылка. Если мы кнопку ниже хотим разместить под этой вот картинкой девочкой, мы здесь либо указываем ссылку, либо указываем статью, куда будет вести данная кнопка. Когда мы ссылку указываем, у нас становится активно поле текст ссылки. То есть это кнопка, вот здесь вот, вы видите, more информацию. Вот здесь вот, можете на русском написать, как хотите. Далее, вот здесь вот цвет, я выбираю светлый. То есть кнопка светлая. Естественно, она с вами отличается. Не похоже, потому что здесь еще есть некая заливка за картинкой. Я предлагаю, прежде чем загружать следующие слайды, давайте полностью по настройкам пробежимся. А именно по настройкам слайдера. Здесь нажмем сохранить, назад. Вот у нас слайд-шоу здесь, да. Пока одна только картинка. И переходим вот здесь в настройки. Минимальная высота вот здесь я выставляю 650, так же, как в демо-примере. Цвет текста выбираю светлый. Дальше анимация наложения. На ваше усмотрение я выбираю вот этот вариант. Дальше автовоспроизведение, чтобы слайды автоматически перелистывались. Если надо, то включаем автозапуск. Прокручиваем вот до этих настроек. Здесь выбираем нет. Ниже. Здесь у нас внешний отступ я выбираю лэнг. Небольшой отступ маленькой картинки от левого края. Стиль. Я выбираю вот этот вариант. Это как раз-таки тот самый стиль, вы видите. У нас получается, маленькая картинка обрамляется белым таким прямоугольником. Соответственно, здесь, возможно, будут какие-то другие варианты. Можете посмотреть, например, синий вариант. Прокручиваем ниже изображение. Выставляем вот этот параметр 1960. Ниже html элемент. Здесь h2 вариант. Margin top. Отступ сверху ставлю нет отступа. Мета настройки цвет. Я выбираю вот этот вариант. Дальше выравнивание. Выбираем вот этот вариант. Дальше ссылка. Стиль. Button. Стиль кнопки. Вот вы видели, синяя кнопка теперь стала у нас здесь. И margin top. Medium. Небольшой отступ кнопки от картинки. И в самом низу выравнивание текста выбираем по центру. У нас заголовок и кнопка выравниваются по центру относительно маленькой картиночки. Ровно так же, как это выглядит здесь в демо-примере. И внизу ставим еще птичку. Убрать левый или правый отступ. У нас с вами картинки исчезают. Мы нажимаем сохранить. Может быть это здесь так в админке. Но если мы пройдем на фронтальную часть сайта, обновим страницу. Здесь картинка не исчезает. Она здесь есть. Кнопка more информация. Все работает. У нас все почти готово. Нам останется лишь добавить дополнительные слайды. Давайте этим и займемся. Здесь я нажимаю назад. В слайд-шоу перейдем. Добавляем следующее изображение. Так, выбираем изображение. Это у нас вот эта вторая картиночка. Выбрать. Заголовок ставим. Далее я размещаю путь до маленькой картинки на этом слайде. Вот здесь. Это видно. У нас нет здесь кнопки. Соответственно, если кнопка нужна, добавляйте ссылку сначала. Потом текст кнопки. Например, демо. Уже появились внизу точки переключения слайдов. Вы видите, все работает. Сохранить, закрыть. И остается добавить третий слайд. Абсолютно по аналогии добавляется. Уже не буду показывать, как это делается. Итак, у нас с вами все готово. Вот вы видите, я добавил три картинки. Добавить можно неограниченное количество. На сайте вы можете видеть, смотрится все абсолютно нормально. Вот так вот переключаются слайды. Также вы можете видеть адаптивность. Сужаю экран. Вот планшет. Все приемлемо. Телефон. Вот телефон. Вот даже здесь можно мышкой просто влево вот так отодвигать. И как бы пальцем, как будто я на телефоне перелистываю. Все достаточно симпатично. Итак, я вас поздравляю. Мы прошли полностью главную страницу. Сделали ее практически такой же абсолютно. И по поводу остальных страниц. Если, например, мы посмотрим на другие страницы, которые тоже здесь оформлены через кастомайзер. Я не вижу смысла объяснять вам, как это делается. Я думаю, вы сможете сами разобраться. Но даже если вы не сможете сами внутренние страницы вот так же оформить, я предлагаю все-таки поставить быстрый старт, посмотреть, как он устроен. И на основе моих уроков, вот этих знаний, которые вы уже получили, я думаю, вы справитесь 100%. Просто я считаю, это бесполезно. Там практически то же самое. Если я начну сейчас объяснять эти страницы, ценности в этих уроках будет мало. Поэтому давайте перейдем к последним штрихам. Это у нас последний урок этого мини-курса про этот шаблон, про этот конструктор. Вы практически прошли его, с чем я вас и поздравляю. И спасибо, что досмотрели меня до конца. И последние штрихи. Мы выходим отсюда. Я осмотрел все настройки и покажу именно значимые, которые действительно имеют вес и ценность. Это у нас внизу кнопка настройки. И, например, Favicon и Banner Cookie. То есть Favicon это маленькая иконочка в строке браузера во вкладке. То есть если кто не знает, вот я вам сейчас показываю свой сайт. Вот, вот эта маленькая иконочка, которая будет появляться. И также в Яндексе она тоже в выдаче отображается, когда ваш сайт находит через Яндекс. Как она загружается? Favicon. И вот здесь вот выбрать изображение Favicon. Нам здесь подсказывают, что надо загрузить изображение 96 на 96 пикселей. То есть это маленькая картиночка. Favicon PNG. И есть еще даже вариант загрузить иконку для мобильных девайсов Apple. Честно говоря, у меня нет устройств Apple. Не знаю, как это будет работать. Но здесь подсказка есть. Размер побольше можно здесь. Здесь, в общем, готовьте изображение на фотошопе еще где-то. Например, давайте посмотрим на примере моей иконочки. То есть я загружу ее с компьютера. У меня есть иконка 16 на 16 пнг. Давайте попробуем, как она будет смотреться. Здесь она, конечно, смотрится плохо. Не обращаем на это внимания. Вот, можете видеть, я страницу обновил. Ту, которую мы с вами делали. Вот, вот она иконочка. Здесь она уже отображается. С Favicon мы разобрались. Назад. И баннер Kuki. Информация о политике Kuki на вашем сайте. Ну, что вы собираете? Данные, например, регистрации или данные подписки пользователей, если вы используете такое. Если хотите более детально понять, что такое информация в отношении политиков файлов Kuki, ну, почитайте в интернете, много информации. Самое главное, технически, как это реализовать. И здесь, прям в шаблоне, это есть. Давайте посмотрим. Баннер Kuki. Изначально баннер выключен. Есть два варианта. Вот, давайте посмотрим первый вариант. Как только вы включаем. Внизу, внизу, в самом низу, вот эта информация файлов Kuki. Кнопка ОК. Человек нажимает ОК и, по идее, больше не должен видеть эту информацию. Соответственно, тип, бар или вот такой вариант. Видите, это как бы всплывающее окно. Такой дизайн на ваше усмотрение. Либо так, либо так. Если, как правило, это вот такая вот подложка внизу. Дальше. Позиция топ. То есть, вы можете отобразить в самом верху. Ну, вот здесь вот будет информация. Ну, обычно это внизу. Дальше. Стиль. Опять же, дефаут. Стиль самого вот этого подложечки. Вот она сейчас синяя. И сам текст. Вот этот текст в отношении политиков файла Kuki. Вы задаете его вот здесь. Просто что-то напишите. Ну, конечно, не что-то напишите, а сознательный текст. В интернете можно его найти. Вот. Дальше. Стиль кнопки также можно менять. Это может быть вот крестик буквально вот здесь вот внизу виден. Если это button, то появляются кнопки. Текст на кнопке OK. Вот здесь можно написать что-то другое. И даже какой-то кубкий скрипт здесь можно разместить. Это уже для продвинутых. То есть, особо здесь вникать нечего. Вот просто, если хотите использовать это на сайте, то используйте. И есть еще вот такой вот вариант. No thanks. То есть, это нет, спасибо. Это внизу у нас кнопка. Появляется вот текст дополнительный. Типа OK. Я согласен с политикой Kuki. No thanks. Типа нет, спасибо. Ну, не знаю, как стоит вообще оставлять кнопку. Это нет. Думаю, что на процентов 70-80. Ну, не считая, что я не рассказал о других плагинах, которые есть, которые просто можете перетащить в кастомайзер и просто его настроить. Думаю, я осветил этот конструктор. Надеюсь, вам все было понятно. Надеюсь, у вас все получится с этим конструктором, если он вам полюбился. Если вам понравились мои уроки, поддержите меня лайком и подпиской на канал. И ждите следующих от меня уроков на другие темы. До новых видео, друзья. Пока-пока.